Друзья, мы находимся в светлом пути. Сейчас ребята устраивают здесь автопробег, посвященный, что машинка будет уезжать солдатам на фронт. Сколько радостных жителей этому моменту участвуют в этом автопробеге. Со знаменем победы двигаются вперед поселки нашего Краснодарского края. Темрюкский район поддерживают непосредственно наших дорогих солдат. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в светлом пути. Здесь проходит трасса, которая ведет через Крымский мост в зону СВО. И на ней расположился привал для солдат, на котором дорогие наши жители светлого пути встречают солдат, приглашают их поесть, попить чай, копья. И те, кто не знает из наших военнослужащих, проезжающих туда в зону СВО, знайте об этом месте. Я координаты размещу на экране. Работаем, братья и сестры. Мы сила. Пусть знают солдаты, идущие в бой, что верные, добрые ангелы тыла стоят за спиной и ждут их домой. Мы находимся на привале, который организовала Ольга Александровна Диль. Называется у нас группа «Добрые люди». Ребята у нас приезжает много. Всех мы их ждем, кормим. Дорогие добрые люди, я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в сборе средств на этот автомобиль замечательный. Он завтра уже пойдет на передовую. Ребята, конечно, очень нуждаются. Жизненно необходимо там на фронте. И спасибо вам, что вы доверились нам, что вы были с нами. Все наши самые замечательные, добрые люди, вся страна, 650 человек, группа сегодня. И каждому из вас я хочу поклониться просто за доверие. Это правда, это искренне. Что касается привала, даже не думали, что так все развернется настолько. Сегодня у нас есть возможность ребят не только покормить, но отправить им с собой какое-то количество еды и необходимых вещей туда на передовую. Копные свечи, которые ребята просто подъезжают, просят. Девочки, мы знаем, что у вас есть свечи. Дайте, пожалуйста, огромное спасибо сказать детям, которые принимают участие активно в изготовлении свечей. Всем директорам, учителям школ, наставникам. Добрые люди – это все те, кто помогает нам всеми средствами. Кто-то приходит сюда и здесь готовит, и кормит солдаты, укладывает их спать. Кто-то стирает, кто-то варит, кто-то печет пироги и приносит на привал. Собирали денежки мы на эту машину всем миром, от Владивостока до Калининграда и зарубежья. И низкий поклон всем, кто принимал в этом участие. Спасибо, дорогие, за доверие, за то, что вы поверили. Наша идея все-таки осуществится. Огромное спасибо хочу сказать фонду «Время помогать людям», который взял на себя работу по техобслуживанию этого автомобиля, по его перегонке, вот сюда они, и даже сейчас они согласились нам помочь в отправке машины на фронт. Машинку Максим подготовил, ателье «Колес». Спасибо за цену без наценки на новые шины на данный автомобиль. Машину вы видели в прямых эфирах, как мы обслужили. И вот хочу поблагодарить от души всех участников этого объединения, привала, потому что для меня это вот такой новый солдат на пути, при мне прям останавливают. Вот приглашают их, не то, что они там сами останавливают, а их останавливают и приглашают. Ребята приехали сейчас при мне, попили кофе. Это восхитительно просто, что столько много людей объединяются и делают это доброе, важное дело для помощи нашему фронту. Не спите, ребятки, участвуйте. Здесь солдаты могут отдохнуть. Да, отдыхают, ребята. Чтобы отдохнуть от дороги. Сходимся непосредственно уже за столом, куда приглашают наших дорогих солдат, которые едут с фронта. Ольга, расскажите нам, пожалуйста, чем вообще встречать? В наличии всегда есть борщ. Это первое блюдо, которое солдаты все кушают. Второе, едят пироги, сало. Очень уважают рыбу, едят ее во всех видах. Жареную, пареную, соленую, сушеную. Конечно, пироги. Пироги мы печем. Всегда у нас замечательные женщины, которые дома в любое время дня и ночи, они готовы напечь. То есть я пишу в группу, девочки, нам нужны пироги. И буквально через несколько часов, два-три уже люди несут огромными объемами, готовы печь и печь и печь для наших ребят. Ольга, вижу, что у вас есть и книга отзывов о вас. И здесь огромное количество солдаты оставили этих самых отзывов. Увидел на стене у вас, что есть вот деньги. Неужели у вас это что-то стоит покушать для солдат? Знаете, такая традиция началась. Александр, есть группа «Шторм». Мы познакомились на конкурсе и попросили его дать нам автограф. И так как не было ничего другого, кроме денег, вот 100 рублей лежит первый, и он написал там нам, кстати, вот он от себя «Шторм», «Буду жить». Вот «Буду жить», Саша пообещал. Слава Богу, у него все хорошо. Я ее сюда прилепила, на эту стену. И ребята как-то, глядя на эту денежку, тоже так от себя стали писать. Вот они много-много-много денег уже подписали. Ну, таких небольших купюр, даже, кстати, не нашего государства. Здесь какие-то зайчики. Я в этом не очень хорошо понимаю, но приятно. Спасибо ребятам. Это, конечно, не плата за обед. Узывает, во-первых, внимание и трепет, когда ты видишь, что каждая купюра подписана. Я думаю, что она стоит теперь номиналом гораздо больше, потому что это от наших героев, от наших солдат остаются именно такие послания для вас всех, друзья. Ребята могут при необходимости взять себе ленту, вот такую, это живые помощи, молитвослов маленькие, тут иконочки, крестики, например, если кто-то потерял или что-то, у нас очень много, большой запас. Вот такие журавлики детки наши делают. Такую лампу это нам сделали наши люди. Это нам дарят. Ребята пограничники подарили, там танкисты флаг подарили, вот даже берет нам подарили. Вы знаете, очень благодарны ребята, конечно, и они со слезами на глазах слушают историю, как бабушка 39-го года рождения принесла пачку соли, булку хлеба и петуха, потому что у меня два петуха, мне одного хватит. Смотрите, пожалуйста, ребяткам. Когда дедушка, 89 лет которому, несет полдеревни, то есть несколько километров, несет рюкзак за спиной, 17 килограмм картошки и говорит, если я смогу, значит и они победят. И идет для того, чтобы солдаты победили. Ну вот так он захотел. С двумя палочками, ребенок войны. И приходит сюда и несет эту картошку, чтобы ребятам сварили. У нас очень много историй, где ребята, маленькие дети, они разбивают свои копилки и приносят сюда сгущенку, тушенку. Ребята садятся за стол, я им рассказываю, ставлю эту сгущенку на стол. Ребята, наши воины, они плачут, правда, плачут. Вот когда такие вещи слышишь и видишь, конечно. Берет за душу, согласен с вами. Мне вчера тоже зашел донат с подписью от бабушки, 80 лет прилетело для помощи нашим солдатам. Я выложил в телеграмму, потому что меня это прям трогает, то что люди с пенсии дают последние деньги, чтобы помогать нашим воинам. Хотелось бы, чтобы и молодежь наша более активно подключалась, особенно, говорится, те, у кого средств этих гораздо больше. Вместо поездки всякие там зарубежные курорты можно помочь нашим солдатам, чтобы страна осталась в целости. Это полочка, на которой хранятся продукты, которые приносят добрые люди. Это сухарики, которые сушат все абсолютно. У нас есть привальские сухарики, свой рецепт. Все ребята уже знают их. Спасибо огромное всем добрым людям, которые постоянно пополняют запасы наши. Еще одно место, где также хранятся продукты. Посмотрите, какое огромное количество коробок. И в каждой хранятся какие-то очень-очень нужные для фронта вещи. Мыло туалетное, салфетки, газовые баллончики. Вот рыльно-мыльный, закатка всех видов. Капуста, кстати, соленая и маринованная, тоже по привальскому рецепту. Огромное количество вязаных носочков. Наши рукодельницы бесконечно, они не переставая вяжут и вяжут и вяжут, потому что это большая потребность у ребят в носочках. И вот такие пояса еще придумали наши женщины. С добавлением собачьей шерсти они. И ребят, конечно, это тоже очень согреет. Вот такие печечки окопные придумали наши умельцы. Свеча туда встает. Она не только свеча греет, понимаете. Нагревается, вот этот металл весь согревается. Огромная отдача тепла уже намного больше, да, КПД. Она очень удобна. Наши бойцы с удовольствием их берут и благодарят нас за это. Очень много вот таких буржуек и разных других делают наши люди. Хочется поблагодарить Василия Ивановича из Славянска на Кубани, который просто в день по несколько штук нам привозит, передает. И ребята их разбирают рембригадам, жизненно просто необходимы. Нашему Руслану, дорогому изобретателю, Михаилу. Ребят, вам огромное спасибо всем. Я от имени бойцов осмелюсь это сделать. То, что это уходит с привала, это тоже здорово. Место, где мы конкретно заливаем свечи, где делаем заготовки, где уже последнюю стадию наша свеча окопная проходит. Вот так она выглядит уже в готовом состоянии. Вот это еще заготовочка легенькая. Вот так мы воск топим здесь. Здесь запаковываем и здесь отправляем на фронт. Наши замечательные дети ко дню защитника Отечества. Смотрите, огромное просто количество. Это неожиданно было для меня. Я кинула в группу клич. Они написали письма, нарисовали рисунки. Вы посмотрите, с какой душой дети это делали. Это же шедевры целые. Огромное количество. Смотрите, с какой любовью. Не просто так, то есть подошли с душой. Самое важное, что солдаты хранят эту память о детей. Вешают у себя в окопах, в блиндажах. Россий. Это все было сделано за два дня. Воспитатели, учителя, директора школ. Мы вас любим. Спасибо большое и организаторам, и каждому ребенку, кто участвовал в этом. Это наша Тамара Васильевна. Она 35-го года рождения. Дорогой человек, один из старейших поселка, который здесь живет всю жизнь, который идет своими ножками пешком и несет сюда булку, хлеба, пачку соли и петуха, которых у нее два, и ей хватит одного. Вот я плакала, когда она пришла первый раз. И она ходит постоянно, своими ножками приходит к нам. Мне я сегодня с внуком. Сегодня внук, который вот пришел на побывку. Слава Богу, они пришли вместе сегодня. Сколько людей сегодня пришло, чтобы осветить машину и отправить ее для наших воинов. Флагами кто-то куда-то едет, сигналит, для чего это нужно. Собрались люди, православные христиане. Батюшку позвали. Что происходит? Это одно из форм нашей общей молитвы. То есть то, что мы сейчас будем делать, это является молитвенной поддержкой, ходатайством к Богу, нас, православных христиан, за наших братиков. Поэтому мы сейчас вознесем молитву к нашему Спасителю, чтобы Господь осветил автомобиль, чтобы он служил верой и правдой, на поле брони не подвел, уже верой и правдой. Будем молиться, чтобы наши братики все живыми и невредимыми свернулись с победой. Главная цель привала – объединить людей. Вот этой общей такой великой целью победы над фашизмом. Мы этого достигли, как видите, людей очень много. И я еще раз хочу сказать спасибо всем людям, всем нашим добрым людям за поддержку, за помощь, за доверие нашему такому любимому детищу, теперь привалу, который объединил нас всех. Спасибо большое еще раз фонду «Время помогать» за то, что мы имеем сейчас такую возможность передать эту машину замечательную на фронт. Я надеюсь, что она дойдет до победы и приедет к нам назад сюда с красным флагом. Мы ее будем встречать еще лучше, чем сейчас, с цветами. Ребят, вам сил, мужества от всех нас. Мы здесь, мы за вами, мы ваш тыл. Мы будем делать все, что от нас зависит. Мы согреем, накормим. Мы ждем вас. И не сомневаемся.